Минувшая неделя принесла нам отличные новости из сферы и электричества, и скорости. Компания BMW пополнила семейство моделей M8 четырехдверным седаном Grand Coupe, но абсолютной новинкой стала аналогичная модель во второй серии. Марка Renault обновила свой самый дешевый хэтчбэк, и это не российский Logan, а индийский Quid. Но интереснее его китайская разновидность электрический CTKZ и будет одним из самых доступных электрокаров на планете. Toyota занимается не только новым водородомобилем Mirai, но и готовит полностью электрическую модель для автосалонов Токио. Тем временем в России строят новые дороги, скоростные и платные. Но для начала давайте о красивом. Компания Volvo представила свой первый серийный электромобиль с длинным названием XC40 P8 Recharge. Пара электромоторов выдает 408 лошадиных сил. Сакральный смысл тут в том, что это ровно 300 кВт. Тяговая батарея спрятана в полу и интегрирована в силовую структуру кузова, ведь модульная платформа CMA предполагала электрификацию изначально. Точный запас хода пока не назван, но зато динамические характеристики хороши. Дизайн по сравнению с обычными XC40 изменился мало, а главное отличие это цифровая приборная панель с оригинальной графикой и медиасистема на операционной системе Android со встроенными сервисами Volvo On Call. Софт для нее обновляется по воздуху. У европейских дилеров электромобиль появится в начале 2020 года. Линейка лифтбека Kia Stinger пополнилась в России новым исполнением Style. Комплектация основана на версии Prestige, от которой взят не только 2-литровый турбомотор и полный привод, но и кожаные вентилируемые кресла, светодиодные фары, камеры заднего вида и 18-дюймовые колеса. Версия Style дороже Prestige на 35 тысяч рублей. В первую очередь из-за премиальной аудиосистемы Harman Kardon у нее 15 динамиков и сабвуферы, которые установлены под передними сидениями. А естественный звук двигателя украшает активная система ASD. Помимо этого Stinger Style получил темный хромированный декор бамперов, решетки радиатора и зеркал. До сих пор так оформляли только старшие модификации GT Line и топовые GT с мотором V6. А яркий цвет Neon Orange заимствован у американской ограниченной серии Stinger GTS. Новый BMW второй серии Grand Coupe получил заводской индекс F44. По закону жанра четырехдверных купе это приземистый седан с покатой крышей и безрамочными дверьми. Напомним, что вторая серия сейчас объединяет два разных семейства. Это переднеприводные компакт-вены Active и Grand Tourer, а также заднеприводные двухдверки, включая и M2. Новый Grand Coupe это уже третий ветвь. Технический седан ближе именно к венам, потому что использована все та же архитектура, на которой основаны все переднеприводные BMW и Mini. Начальный Grand Coupe получил аналоговые приборы и медиасистему с 9-дюймовым экраном. У дорогих версий два дисплея по 10 с четвертью дюйма и проекционный экран. Силовые агрегаты почти повторяют BMW первой серии. Полуторалитровая бензиновая турбо-тройка сочетается с шестиступенчатой механикой или семиступенчатым роботом, а дизелю положен восьмиступенчатый автомат. Такая же коробка и у двухлитровой топовой M-версии, которая выделяется еще и полным приводом с передним дифференциалом Torsen повышенного трения. Продавать новую двойку начнут в марте. В Россию привезут только бензиновые версии и цены уже известные. Новая центральная кольцевая автомобильная дорога пройдет по территории Подмосковья и Троицкого округа Москвы в 50 километрах от первого кольца МКАД и по большей части параллельно уже существующему Малому московскому кольцу, также известному как Малая бетонка. Все построенные с нуля сегменты будут скоростными и платными. Самый длинный, третий из пяти пусковых участков, завершен на 76%. Спроектированы четыре полосы движения с максимально разрешенной скоростью 140 км в час. Самый интересный и технически сложный объект на третьем участке, да и на всей центральной кольцевой дороге. Это мост длиной почти в полтора километра над каналом Москва-Волга. Основной особенностью его является центральное русловое природное строение через канал имени Москвы, которое представляет из себя ферму с полигональным очертанием нижнего пояса, которое позволило выполнить монтаж природного строения непосредственно над судовым габаритом без ограничения движения судоходства. Впрочем, мост через канал имени Москвы не единственное любопытное сооружение. Также здесь возведут пять эко-дуков. На первый взгляд может показаться, что за моей спиной недостроенный автомобильный мост. Однако на самом деле это не так. Это эко-дук, переправа для животных, которая помогает не только сохранить естественную среду обитания, но и снижает вероятность попадания животных на проезжую часть. Строительство третьего участка новой дороги завершится следующей осенью. Что же ДОЦКАД в целом, то для водителей она откроется примерно в 25-м году. Осеннее ралли Марокко считается главной репетицией перед Дакаром, который в этом году переезжает из Южной Америки в Саудовскую Аравию. В зачете внедорожников гонку выиграл Женель Девилье на Тойоте. Ранее южноафриканец уже трижды становился победителем ралли-рейда за рулем Ниссана и Фольксвагена. Долгое время за победу сражался Карл Сайнц, но на финальном участке у него возникли проблемы с системой охлаждения. В итоге спасти хотя бы второе место Сайнцу помог коллега по команде Яков Пшигонский, взявший испанца на буксир. Фернандо Алонсо завершил свой первый международный ралли-рейд 26-м. Самым конкурентным оказался класс Т3, где собрались 16 экипажей. На победу претендовали россияне Сергей Корякин и Антон Власюк. Очень понравилась убойность трассы, можно сказать, что даже где-то перебор. Здесь огромные камни, не просто камни, а каменоломни. Марсианский такой ландшафт. Очень сложно, но это дает нам подсказку, что Давид Костера прописал трассу и здесь, и на Дакаре. Дальше вы делаете сами. Так же, как я и говорил, в Марокко отличная подготовка. Корякин и Власюк финишировали первыми, но комиссары ФИА удовлетворили протест соперников насчет прохождения Корякиным зоны ограничения скорости. В итоге российский экипаж классифицировали восьмым в абсолютном зачете гонки и вторым в классе. Бронза в категории багги досталась Александру Доросинскому и Олегу Уперенко. И еще два российских экипажа стали пятыми и седьмыми. Российский офис Шкода опубликовал первый тизер следующего Рапида. Как видим, передняя часть автомобиля оформлена в стилистике европейского хэтчбека Шкода Скала. А вот боковина напоминает нынешний Рапид. Отсюда вопрос, ждет ли она совершенно новая машина или просто обновление нынешней. Первый Рапид из европейских каталогов постепенно исчезает, уступая место Скале. Фактически модель остается на двух рынках. Это Россия со странами Евразийского Союза и Китай. А вот китайский Рапид в виде седана и хэтчбека действительно похож на наш. Фотографии обновленной версии опубликовал местный сертификационный орган. Российский Рапид едва ли будет идентичен китайскому. Вероятно, нас ждет более глубокая модернизация. Шкода не случайно избегает слов «смена поколений». Но в пресс-релизе сказано именно новое. А мировая премьера анонсирована на декабрь. Она будет практически эксклюзивной для России. Это не какой-то развивающийся рынок. Более такой, что действительно нам подходит лучше, как машина с более большим багажником, чем в других странах. Toyota Mirai остается единственным в мире массовым автомобилем на водородных топливных ячейках. Заметим, что не первым в мире и даже не первым в серийном. Да и массовость в этом сегменте весьма условная. По подсчетам самой Toyota за 4 года в мире продано около 10 тысяч седанов. Тем не менее, Toyota готовит второе поколение модели. И на грядущем автосалоне в Токио представят ее концептуальный вариант. Машина изменилась в корне. Вместо тележки позапрошлого Prius'а использована новейшая платформа TNGA. Причем ее заднеприводная версия. И если дизайн первого Mirai намекал на необычность водородной машины, то новую модель решили сделать проще и привлекательнее. И внешнее сходство с Lexus'ами тут тоже не случайно. О технической начинке известно пока лишь то, что в установке использован электрохимический генератор нового поколения. Запас хода на одной заправке вырастет на 30%. Крупнейший японский производитель до сих пор активно продвигал гибриды, но в Токио мы увидим и концепт электромобиля LQ. Однако полный набор зеркал, дверные ручки, привычные рули кнопки стеклоподъемников не оставляют сомнений. Перед нами прототип, близкий к серийному воплощению. На пути к конвейеру наверняка исчезнуты колпаки над задними колесами и автопилот четвертого уровня, и разработанный совместно с Panasonic'ом проекционный дисплей с дополненной реальностью. А вот запас хода примерно в 300 километров и персональный помощник Юи наверняка останутся на серийной машине.